всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка небольшая связано с сетевым блоком питания а именно китевой блок питания понадобился для того чтобы подпитывать освещение и огно EN216 за вами на камерный свет распаковка и тестирование было на моем канале все желающие могут ознакомиться при помощи данного осветителя можно освещать определенные сцены и в качестве источников питания можно использовать три источника первый источник это непосредственно сам аккумулятор соньковский npf также 6 аккумуляторов либо батареек типа а а то есть пальчиковые батарейки иначе называется и третий вариант это непосредственно сетевой блок питания причем у производителя на сайте он рекомендует свой блок питания который стоит определенную сумму причем указывает на блок питания именно 12 вольт 5 ампер причем у него блок питания какой-то непонятной там указано что вроде как используется от 8 до 12 вольт и 5 ампер возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании но непосредственно самом осветителя если посмотреть то что написано можно использовать 8 вольт 3 ампера причем максимум ввиду того что рекомендует производитель этот ягно для этого источника питания свой сетевой блок питания на 5 ампер зайдя на сайт производителя светильника ягно ym216 мы увидим что здесь написано во первых то что блок питания постоянным током должен быть номиналом 8 вольт и то что он приобретается отдельно на самом светильнике написано что максимум 8 вольт 3 ампера получается это у нас 24 ватта либо там еще написано что светильник должен быть напряжением от шести с половиной до восьми вольт здесь уже написано номиналом 8 вольт теперь если мы раскроем закладку где продаются вернее обозначены адаптеры питания сетевые для светильника первый адаптер который мы встречаем это вот адаптер сетевой данного типа 12 вольт 2 ампера и он предназначен непосредственно для светильника ягно и n216 но здесь 12 вольт 2 ампера и еще один сетевой адаптер который продается у данного производителя это вот сетевой адаптер но на закладке здесь ничего не написано написано для других сетельников но если мы войдем вовнутрь то увидим еще одну надпись о том что данный сетевой адаптер можно использовать и для светильника ягно en216 причем если вы внимательно посмотрите то здесь уже 12 вольт 5 амперов и загадка для успешных физиков что хуже или лучше напряжение или силы тока но и до того что сам производитель не определился с этим возьмем схожий адаптер питания на 12 вольт 5 амперов потому что он рекомендован для данного поэтому и был выбран аналогичный производства китая ввиду того что все производится в китае блок питания поставляется в таком варианте пришло непосредственно в сером обычном пакете чтобы его здесь не распечатать было обернуто именно вот так поролоновая мягкая вставка и пупырки непосредственно вяжутся блок питания вот такое блок питания как видим можно выбрать вариант с европейской вилкой американской вилкой китайской и штекер в соответствии с полюсом который там указан как здесь вот указано что штекер именно с таким полюсом минус у нас находится снаружи плюс это самая внутренняя часть штекера как здесь и указано 12 вольт 5 ампер изготовлено в Китае единственный недостаток кабель привязывая непосредственно к этому блоку питания если что невозможно будет заменить ну либо можно будет заменить но только путем вскрывания этого блока питания припаивания непосредственно более увеличенного кабеля здесь у нас приблизительно длина где-то около метра от блока питания до подключения к источникам а здесь около полутора метра сам сетевой блок питания сеть сетевой шнур где-то около полутора метра давайте сейчас проверим как все у нас работает получится ли включить то наш блок питания не особо хорошего качества и не включится у нас и так как видим блок питания у нас загорелся и мигает вернее горит индикатор о том что мы включили в сеть и работает непосредственно сам свет без особых проблем и вот максимум все запустили всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания а